Университетский лицей СФФУ завершает свой первый учебный год. Напомним, школа нового формата, специализированный учебно-научный центр, начал свою работу в прошлом году по инициативе главы республики Егора Борисова в целях развития предуниверситетского образования. О достигнутых за этот год результатах ученики и преподаватели лицея рассказали нашему корреспонденту. Сегодня в специализированном учебно-научном центре Северо-Восточного федерального университета учатся 23 школьника. Совсем скоро они закончат 10 класс физико-технического профиля. За этот учебный год ребята набрались не только новых базовых школьных знаний, но и университетских. Ведь главным отличием лицея является наличие элективных курсов и спецкурсов, например, как астрономия, робототехника, нанотехнологии и многое другое. То есть, кроме школьных дисциплин, лицеист может выбрать курсы, которые ему интересны. Элективные курсы проводятся в лабораториях нашего университета и Арктического инновационного центра. В этом плане, конечно, отличий есть. И, конечно же, вторым отличием является то, что мы большое внимание уделяем проектной деятельности, учебно-исследовательской деятельности. Также я хочу отметить, что достаточно большое внимание мы уделяем изучению иностранных языков и большое внимание также уделяем физической культуре и спорту. Помимо материально-технической базы и инфраструктуры университета, которыми пользуются лицеисты, главным плюсом этой школы является состав преподавателей. Все учителя являются профессорами и ведущими учеными Северо-Восточного федерального университета. Если у студентов оборудование более сложное, они занимаются больше программной частью. У школьников же есть возможность самим спроектировать, придумать и собрать какого-нибудь робота и в дальнейшем запрограммировать. Конечно, преподаватели помогают где-то в чем-то и наставляют, а в дальнейшем стараемся, чтобы ученики сами самостоятельно разрабатывали различные проекты. За первый учебный год 90% учащихся университетского лицея достигли больших результатов. Это участие и победа в спортивных соревнованиях, олимпиадах и научно-практических конференциях. За этот год я участвовал во многих олимпиадах по математике и информатике. В олимпиадах по информатике я стал призером, а по математике я стал победителем. А в Junior Skills я участвовал первый раз в компетенции веб-дизайн. Сначала победил на городском этапе, а затем победил на республиканском. Мое самое большое достижение – это победа в многопрофильной олимпиаде, инженерной олимпиаде ЗСДА, где я сумела занять первое место и получить путевку ВАРТЕК. На олимпиаде мы должны были за 4 часа придумать конструкцию атмосферного спутника, предоставить его чертеж, привести экономические, экологические и технические расчеты. Набор на 2017-2018 учебный год планируется в конце июня для учащихся 10-х классов по двум профилям – физико-технический, а также математикой и IT. Конкурсный отбор будет проходить по двум этапам – это предметные экзамены и устное собеседование. Это значит, что по результатам отбора лицей откроет свои двери для трех классов. Но на этом расширение профилей не закончится. В будущем в лицее планируют открыть биотехнологические классы. Мария Нокутукова, Александр Слепцов, НВК Саха, Якутск.